Искусственная жизнь Изучение жизни, живых систем и их эволюции при помощи созданных человеком моделей и устройств Данная область науки изучает механизм процессов, присущих всем живым системам, невзирая на их природу Хотя этот термин чаще всего применяется к компьютерному моделированию жизненных процессов Он также подходит и к жизни в пробирке, изучении искусственно созданных белков и других молекул Для простоты эта статья описывает компьютерную жизнь Обзор Искусственной жизни имеет дело с эволюцией агентов или популяцией организмов, существующих лишь в виде компьютерных моделей В искусственных условиях цель является изучение эволюции в реальном мире и возможности воздействия на ее течение Например, с целью устранить некоторые наследственные ограничения Модели организмов также позволяют проводить ранее невозможные эксперименты Философия В настоящее время широко принятое определение жизни не позволяет компьютерным моделям считаться живыми Однако существуют и другие определения и концепции Концепция сильной искусственной жизни определяет жизнь как процесс, который можно абстрагировать от какого-либо определенного носителя Концепция слабой искусственной жизни отрицает возможность создания жизни отдельно от ее химического носителя Ученые, работающие в рамках этой концепции, пытаются понять базовый процесс жизни, а не имитировать ее То есть, мы не знаем, что в природе является причиной этого феномена Однако возможно он также прост, как Технологии Клеточные автоматы часто используются для моделирования жизни, особенно из-за легкости масштабирования и параллелизации Клеточные автоматы и искусственная жизнь исторически близко связаны Нейронные сети иногда используются для моделирования интеллекта агентов Хотя это традиционная технология, более близкая к созданию искусственного интеллекта Нейронные сети могут быть полезны для моделирования динамики популяции или высокоразвитых самообучающихся организмов Симбиоз между обучением и эволюцией центральная задача теории развития инстинктов высших организмов, как например в эффекте Болдуина, эволюционирование, в системах моделирования искусственной жизни, ламаркизм в сочетании с генетической памятью, довольно часто применяется для ускорения эволюции врожденного поведения, для этого вся память моделируемой особи передается ее потомству. При этом в отличие от классической генетической памяти потомству передается память только предыдущего поколения. При этом ламаркизм может совмещаться с дарвинизмом, который может использоваться для моделирования других аспектов моделей организмов. Источник смежной области. Искусственный интеллект. Традиционно при создании искусственного интеллекта используется проектирование от структуры к элементу, тогда как искусственная жизнь синтезируется при помощи проектирования от элемента к структуре. Искусственная химия. Искусственная химия зародилась в качестве набора методов, с помощью которых моделируются химические процессы между элементами популяции искусственной жизни. Одним из наиболее удобных для изучения объектов подобного рода является реакция бутлерово-автокаталитический синтез углеводов из водного раствора. Формальдегида в присутствии гидроксидов кальция или магния XCH2O равно ИКТ-КС2КС. В результате реакции образуется смесь углеводов самого различного строения. Если количество формальдегида в растворе ограничено, в системе устанавливается своеобразное равновесие между процессами роста и распада молекул углеводов. При этом, как и в биологических системах, выживает сильнейший, то есть происходит своеобразный естественный отбор, и в системе накапливаются наиболее устойчивые молекулы углеводов. Считается, что похожие процессы, которые имели место в предбиологической химии Земли, привели к возникновению жизни на планете. Эволюционные алгоритмы для задачи оптимизации Многие оптимизационные алгоритмы близко связаны с концепцией слабоискусственной жизни. Основная разница между ними состоит в том, как определяется способность агента решить какую-нибудь задачу. Муравьиный алгоритм Эволюционные алгоритмы Генетические алгоритмы Генетическое программирование Интеллект толпы Эволюционное искусство Эволюционное искусство использует технологии и методы искусственной жизни для создания новых видов визуального искусства. Эволюционная музыка использует похожие технологии, однако в применении к музыке. Майкоплазма лабораториум Проект искусственной жизни Майкоплазма лабораториум Вид бактерии рода микоплазма Запланированная частично синтетическая разновидность бактерий, полученная из генома Майкоплазма Genitalium Этой работой занимается в Институте Дежа Крейга Вентера командой с примерно 20 ученых, возглавляемых Нобелевским лауреатом Хэмильтоном Смитом, включая исследователя ДНК Крейга Вентера и микробиолога Клайда Ахат Чесона-3. Команда ученых начала с бактерии Mycoplasma genitalium, облигатного внутриклеточного паразита, геном которого состоит из 482 генов, включающих 580 тысяч пар оснований, устроенных на одной круглой хромосоме. Они тогда систематически удалили гены, чтобы найти минимальный набор 382 генов, которые способны жить. Эта работа была также известна как минимальный проект генома. Команда намеревается синтезировать последовательности ДНК хромосомы, состоящей из этих 382 генов. Как только версия минимальной хромосомы с 381 геном была синтезирована, ее пересадили в клетку Mycoplasma genitalium, чтобы создать Mycoplasma laboratorium. Получающаяся бактерия Mycoplasma laboratorium, как ожидает, будет в состоянии копировать себя со своей искусственной ДНК. Таким образом, она является единственным синтетическим организмом к настоящему времени, хотя молекулярная машина и химическая окружающая среда, которая позволила бы этому копировать, не являются синтетическими. В 2003 команда продемонстрировала быстрый метод синтезирования генома на пустом месте, производя геном с 5386 основами бактериофага ФИИКС-174 приблизительно за две недели. Однако, геном Mycoplasma laboratorium приблизительно в 50 раз больше. В январе 2008 команда сообщила, чтобы синтезировать полные 580 тысяч хромосом пары оснований Mycoplasma genitalium с маленькими модификациями так, чтобы это не было заразным и могло быть отличено от дикого типа. Они назвали этот геном Mycoplasma genitalium GCVI-1.0. Команда также продемонстрировала процесс пересадки генома от одной разновидности Mycoplasma до другого в июне 2007. В 2010 они показали, что они были в состоянии синтезировать миллион геномов пары оснований Mycoplasma Mycoids на пустом месте и пересадить это в клетку Mycoplasma. Каприколум после этого новый геном встроился в клетку, и новый организм стал способен размножаться. Институт ДЖК Рейга Вентера подал патенты для Mycoplasma-лабораториум геном США и интернационально в 2006. Этому расширению области биологических патентов бросает вызов охранительная организация группа действия на эрозии, технологии концентрации. Вентер надеется в конечном счете синтезировать бактерии, чтобы производить водород и биотопливо, и также поглощать углекислые газы и другие парниковые газы. Джордж Черч, другой пионер в синтетической биологии, считает, что эшеричия кали является более эффективным организмом, чем Mycoplasma genitalium, и что создание полностью синтетического генома не является необходимым и слишком дорогостоящим для таких задач. Он указывает, что синтетические гены были уже включены в эшеричия кали, чтобы выполнить некоторые из вышеупомянутых задач. Серая слизь Серая слизь Гипотетический сценарий конца света, связанный с успехами молекулярных нанотехнологий и предсказывающий, что неуправляемые самореплицирующиеся нанороботы поглотят всю биомассу Земли, выполняя свою программу саморазмножения. Как правило, термины используются в популярной прессе или научной фантастике. В худших постулируемых сценариях, требующих больших способных к космическим полетам машин, материя вне Земли также обращается в серую слизь. Под этим термином понимается большая масса самовоспроизводящихся нано-машин, которые не обладают структурой в большом масштабе, которая может оказаться, а может и не оказаться подобной слизью. Бедствие случается по причине преднамеренного включения машины судного дня или от случайной мутации в самореплицирующихся нано-машинах, используемых в других целях, но созданных для работы в естественной среде. Цифровой организм Цифровой организм – самовоспроизводящаяся компьютерная программа, которая мутирует и развивается. Цифровые организмы используют в качестве инструмента для изучения динамики эволюции по Дарвину, для тестирования или проверки конкретных гипотез или математических моделей эволюции. Эти исследования тесно связаны с областью создания искусственной жизни. История Критика «В истории искусственной жизни было довольно много споров и противоречий». Джон Мейнард Смит в 1995 году критиковал некоторые работы по искусственной жизни, называя их «наукой без фактов». Однако недавние публикации по искусственной жизни в крупных научных журналах, таких как Science и Nature, свидетельствуют о том, что технологии, используемые для моделирования искусственной жизни, признаются научным сообществом, по крайней мере, для изучения эволюции. Продолжение следует...